В городе Челпаната из Сыкульской области под председательством Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана состоялось 24-е заседание конференции спецслужб тюркских государств. На встрече рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в тюркских государствах в контексте складывающейся обстановки в зонах террористической активности на Ближнем Востоке и Афганистане. Участники конференции условились согласовать механизмы реагирования и взаимодействия по локализации террористических угроз, исходящих из Афганистана и сирийской зоны вооруженного конфликта и связанных с распространением терроризма и религиозного экстремизма. Конференция спецслужб тюркских государств был создан в 1998 году. Основной ее задачей является обеспечение эффективного взаимодействия в области борьбы с организованной преступностью международного характера и в других согласованных сферах деятельности спецслужб. Новое время требует новых подходов в решении проблем, преодоления вызовов и угроз. В этой связи выражаю уверенность, что содержательные и конструктивные дискуссии данной площадки внесут весомый вклад во благообеспечение безопасности на тюркоязычном пространстве. При этом тесное взаимодействие между спецслужбами стран, участниц конференции, укрепить безопасность в наших странах, окажется действие в эффективной борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и другими глобальными проблемами. Уважаемый Садор Мабаджевич, позвольте от имени моих коллег, руководителей специальных служб тюрко-государств поблагодарить вас за встречу и за постоянную поддержку и внимание, которое вы оказываете нашему сообществу в решении стоящих перед нами задач по эффективному обеспечению безопасности наших государств. Сегодня мы собрались на очередное 24-е заседание Тюркон, которое проходит ежегодно по очередности. В повестке дня сегодняшнего 24-го заседания Тюркон вопрос укрепления сотрудничества в области обеспечения безопасности и стабильности в наших тюркских государствах. Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И посетит Кыргызстан. Об этом сообщается на сайте Внешнеполитического ведомства страны. Отмечается, что Ван И с 28 по 29 июля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Уточняется, что он также совершит официальные визиты в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан по приглашению исполняющего обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова, министра иностранных дел Кыргызстана Джейнбека Кулубаева и министра иностранных дел Таджикистана Сираджидина Мухредина. Заместитель председателя Кабинета министров Бакет Турубаев посетил производственные помещения завода, электротехнической игрушки и коврового комбината в городе Караболта, на базе которых инвесторы намерены открыть швейную и текстильную фабрики. Бакет Турубаев отметил, что президентом Кыргызской Республики поставлена четкая задача по запуску и перепрофилированию в случае необходимости простаивающих промышленных предприятий. По итогам посещения объекта, фонду по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и мэрии города Караболта поручено оказать содействие в решении вопросов, поднятых инвесторам с целью максимального использования простаивающих производственных мощностей и скорейшего запуска производства. Отметим, что проект строительства швейной и текстильной фабрик реализуется компанией ДЭК на Бишкек Текстиль. Объем инвестиций составит порядка 25 миллионов долларов США. Также Турубаев на первом заседании Координационного совета институтов развития отметил, что необходимо усилить адресную государственную поддержку конкретным приоритетным инвестиционным проектам по стратегическим секторам национальной экономики. В ходе заседания были рассмотрены вопросы о деятельности Координационного совета институтов развития и создания проектного офиса Координационного совета институтов развития и механизмах отбора стратегических инвестиционных проектов. Кроме того, члены Координационного совета ознакомились с презентацией бизнес-проектов по производству кормов для рыб и производству лифтов Sky Industrial Group. В Координационном совете мы определяем приоритеты основных инвестиционных проектов. Это приоритеты направлены на адресную поддержку бизнеса. Основными нашими приоритетами это направлено на обеспечение нашей поддержки экономики в Крымской Республике. Это по направлению отраслей энергетической безопасности, продовольственной безопасности, инфраструктурные проекты, туризмопроекты, зеленой экономикой проекты. Разные, которые мы, значит, Координационный совет определяем приоритет, приоритет направления, значит, и на основании этого мы отбираем, значит, проекты. По итогам шести месяцев дорожная отрасль профинансирована на сумму 4 млрд 142 млн 300 тыс. сомов или 55,2% от заложенных средств в 2022 году. Об этом на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2022 года сообщил министр транспорта и коммуникации Крымской Республики Эркинбек Усоев. По его словам, из них по текущему бюджету 1 млрд 895 млн 300 тыс. сомов или 65,3%, в том числе на приобретение дорожного битума перечислено 68%, государственные капитальные вложения 2 млрд 247 млн сомов или 48,8%. Всего в 2022 году на ремонт и содержание автомобильных дорог в республиканском бюджете было предусмотрено 7 млрд 582 млн 300 тыс. сомов, в том числе на проекты государственного капитального вложения, сказал он. Вместе с этим министр указал, что в свою очередь общий объём выполненных работ по оперативным данным составляет 1 млрд 608 млн 300 тыс. сомов. Из них по текущему бюджету – 770 млн 100 тыс. сомов. По ГКВ – 838 млн 200 тыс. сомов. Были года холодные. Всё сиротское счастье. В Бишкеке состоялась гражданская панихида по народному поэту Крыговской республики Вячеславу Шаповалову. Церемония прощания прошла возле Крыговского национального академического театра оперы и балета имени Абдулласа Молдебаева, где проводить в последний путь выдающегося поэта пришли заместитель председателя Кабинета министров Крыговской республики Эдиль Байсалов, коллеги, друзья и родственники покойного. Вячеслав Иванович Шаповалов всю свою жизнь посвятил служению нашему народу через слово, свои произведения, через научные труды. И мы, отдавая дань памяти мастеру, должны понимать, что мы действительно понесли тяжёлую утрату, действительно невосполнимую утрату. Спасибо вам, Вячеслав Иванович, что вы озарили нашу жизнь своим присутствием, своим творчеством, своим словом. Мы скорбим о потере великого учёного, народного поэта, выражаем соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о вас навсегда сохранится в наших сердцах. Земля вам Богом. Вячеслав Шаповалов был одним из крупнейших русских поэтов Центральной Азии. Являлся автором 12 книг, стихотворений и поэм, 5 монографий, более 30 книг, переводов крыгызской поэзии. Стихи публиковались и в России, и на Западе, а также на крыгызском, казахском, украинском и других языках. Вячеслав Иванович оставил колоссальный след наследия, колоссально оставил в культуре, в литературном творчестве Кыргызской республики. Я уверен, что такие люди, как Вячеслав Иванович, и вот те наши хорошие, добрые знакомые, о которых я раньше сказал, что они навсегда будут вписаны золотыми буквами в историю Кыргызской республики. И хочу ещё раз выразить всем нам слова сочувствия, соболезнования. И Слав Иванович, пусть земля будет пухом, но пусть он не сомневается, мы о нём всегда будем помнить. Особую страницу творчества Вячеслава Шаповалова занимали переводы. Он перевёл эпизоды из эпоса Манас, шедевры древнетюркской поэзии, из энциклопедии Махмуда Аль-Кашгари, лирику кыргызских акынов и классиков литературы XX века. Народному поэту Кыргызстана было 74 года. Сейчас, оглядываясь на этот огромный путь, который прошли мы с ним вместе, я понимаю, сколько нам дала наша любимая маленькая республика. Она приобщила нас к великой культуре, окунула нас в океан Манаса, дала нам вот это азийское солнце, наполнило наше произведение дыханием нашей родной страны, наших любимых почитателей, читателей, учеников. И я могу сказать только огромное спасибо этой земле, которая сегодня провожает своего сына, своего сына в последний путь с такой любовью, тщательностью и бережностью. И могу ещё сказать одно, что, знаете, этот человек останется на долгие-долгие-долгие годы, и мы будем ещё часто вспоминать и скорбеть, что он ушёл. За выдающиеся заслуги был награждён различными премиями и наградами, в том числе почётным званием заслуженного деятеля культуры Крыговской республики, Государственной премии Крыговской республики, Орденом Данакер, Российским Орденом Дружбы и другими наградами. В Бишкеке планируют сделать несколько улиц односторонними, сообщает Пресс-служба муниципалитета. По её данным, накануне в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столичной мэрии под председательством директора Максата Нуссу-Валиева состоялся штаб по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Члены штаба обсудили вопросы организации одностороннего движения по улицам Панфилова, Лагвиненко, по улице Ашхабадской, от улицы Горького до улицы Кулатова, Шопогова, от проспекта Чуй до улицы Киевской. Решено организовать совместное выездное совещание на месте для тщательного изучения вопроса организации одностороннего движения. В Бишкеке на акцию протеста вышли участники общественного движения «Родители по защите образования Крыговской республики». Около 40 человек с плакатами в руках собрались у здания Министерства образования и науки. «Мы считаем, что положение о порядке проведения конкурсного отбора руководителей общеобразовательных организаций не отвечает стандартам защиты в сфере прав человека и требует тщательной доработки», считают собравшиеся. Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет. Назначать их теперь будут на пятилетний срок. Минобразование считает введение ограничений правильным, поскольку в некоторых школах руководители не меняются по 20 лет и более.